Заметь, все пришли, стоят и в просенье Андреевну ждут. И тебе не стыдно? Ничего? Одна осложность? Сколько? Раз, два, три, четыре, пять человек. Ты как все? Все пришли, ты сидишь, ждешь. Почему не пришла сразу? Говори. Я уже видела, как у тебя или... Я же сказал, кто видел, тому не надо. Я сказал, подойти всем. Ты зачем коррекцию-то проводишь? Повернись, что тебе видно. Почему такая небрежительная? Даже никаких... Я стою здесь, жду. Всех ты обокрала на пять минут, допустим. Даже на две минуты. Умножь на пять, уже десять минут. И у тебя-то запросто так идет. Это никогда никому не понравится. Друзей никогда не будет. Сказали мигом соскочила, первая прибежала, стоит. А я и так знаю. Ничего ты еще не знаешь. Ты в прошлом году, как говорят, косяков таких наделала, что, говорят, на зиму хватило. Зачем ты заставляешь меня припоминать старое? То есть, у меня все изменения никаких. Морковку а то купили. Кто купил? Ну, что закрутила в разбежку глазами? Кто купил? Где Игорь Барабаш? Да, Игорь, да зачем мы нужны? Игорь Барабаш, ничего ты не знаешь. Игорь Барабаш привез, когда попросили его. Вот и сидела. Сидела и дальше бы не знала. А почему? А привыкла брать, еще не отдавая. Я тебя никак не могу сделать. Вот это хорошее дело люди дают. Это развращает людей. Вот нам никогда не помогали в деревне. Отец без руки. Вот. Культябка одна. Десять ребятишек. Десять. Да еще оброк даст, говорит, сосед на послу, не потеряя совечку. Пол барана отрубит. Беспризорной бабке мы сами относили мясо. А мать там пищет пироги и в другой конец околорышковского пруда. И мы туда ходили отнести, чтобы она помолилась кануну ангелохранителю. А они еще этого не знают. Отлопала и дальше. Одежу дали. Хорошая одежа. Все, половина под ногами валяется, топчет, выбросит, нужды нет. Даю каждый год, помогаю мукой, всем. Знаешь это? Знаю. А наказ один только, чтобы мыши не съели. А почему? Потому что не глядите. Вам это дают и все. За каждую копейку отвечать перед Богом придется. Я бы и направил в другое место. Более благодарных нашел бы. Я тебе, ты не подошла бы. Хорошо, что и подошла. Вот смотри, как дождь идет. Видно, нет? Ну кого-то глянь. В лужу бьет она. Видно, нет? Да, видно. Ну вот, вы что? А я смотрю, как с крыши у меня капает. Вот сегодняшний день актированный называется. Сидим дома. Вот она принесла морковку. Вот ее мыть не надо. Она хранилась правильно, обсыпанная мелом. Вот поставил я ее, бумажку нарезал. Вот крупная бумажка. Вот смотри, сколько нарезал. Вот сейчас вы сидели, вот это я утром нарезал, сейчас. Не осторожно. А вот эту вот нам не хватало крупной для рыбы, когда остается кошкам дать. Два размера. Что ты сделал утром? Еще нет? Я пошел спросил, где она есть. Сижу, режу, а ты там сидишь. То есть вы не интересуетесь, кто старший. Что-то можно научиться. А зачем? Налопаешься и спать. Вот эта морковка. Вот она. А за что? Ее мыть не надо. А вот. Вот такой наклон ножом. Не вот так вот резать, а вот так вот наклоненная. Вот. Вот так. Вот смотри, я новая сейчас вот сюда вот покажу, как резать все. Вот она. Я могу без терки ее истощить всю. Понятно? Теперь в кружку на ремень воды. Растой. Пол-пол кружки даже хватит. Это всегда. Вот это ты будешь делать. Каждое утро ожидаю. Вот перед самым моим приходом, чтобы ты сделала без пяти. Морковка действий на продукт, который, когда его и затрешь, она не терпит того, чтобы долго стоять. Ее надо сразу употреблять. Пять минут. Запомнила? Да. Запомнила. Вот там, когда в лагере были, они, женщины, сестры, заранее готовили. Потому что я на работе. Приду, будете ждать сидеть. А зачем вам это нужно? Чтоб было готово. Так, вот мы ее почистили, морковку. Смотри. Вот. Это на что? Это когда они там это засаливают. Смотри внимательно. А вот это вот самое мелкое. Вот. Это и есть тот самый каротин для глаз. Я повторяю. Иногда я захожу в интернет. 15 минут первого. Ночь. Я уже все. До вечера уже не присяду, не прилягу. Это такая почта идет. Люди нуждаются. Пишут там сообщения. Ставят. Вот это посмотрите. Мы сняли. А вот это ладно, не ладно. У людей вопросы. И уже одеты по форме сидят, приезжают. Уже все видно, что им. И они могут приехать сюда. Теперь гляди. Тереть на самой мелкой. Гляди. А после этого, чтобы вот так вот еще несколько раз. Вот они, видишь? На ней остались риски. А эти риски легко снимаются. Снова. И там в другом месте. Переворачиваю вот в этом месте. Она мелкая, поэтому медленно идет. Поэтому надо тереть. Так и туда. Видишь, она не риска остается. А риски эти легко снимаются. Даже тереть как. И то надо по уму. Соплями не махать. Ты помнишь, как мне подала суп? Что, не помнишь? Помню. Ну помнишь, как никто больше так не делал, кроме тебя. Ты не обижайся, но ты сейчас показала, что это пренебрежительно относится к людям. Я сказал, ты, а я это я так знаю, а что я пойду? Никогда в жизни этого не говори. Всего человек не знает. Вот мне присылают ролики, роликов. Утром представили сегодня 7 роликов посмотреть. И дать им комментарий. И ответ. Это в Израиле, там, улегся старообрядцами где-то. Теперь где взять? Все указывают, когда эти тихо обратились. Я теперь нахожу, зная заранее на память, в 12-м томе открытым оком, теперь я его вскрываю в пейджмейкере, гляжу со страницы 47 по 417. Вот я тебя сегодня утром видел, где. Теперь я эту спецзмерку в Word перевожу, переношу на отдельный листок. Теперь под страницу, как новый будет этот, какой материал, новый совершенно. Теперь, где много выдержек, все дело теперь красным, сижу, раскрашиваю. А теперь разошив по всему миру. А это не 11-й том? А нет, 12-й. Старообрядческий у вас? Старообрядческий, ответы, ответы. Ответы. Там старообрядческий вообще. А это 12-й там репрессированный, интервью брал. Что, что я делал в советское время, это никто не делал. Огромный магнитофон, вот такие. И проводов в катушку, как в войну эти телефонисты были. И через все храмы натягивал везде. Нельзя писать, все равно запишу. А теперь нет ни тех людей, никого нет. Беседы с Александром Меннием ни у кого нет. Только у меня это. Понятно? А ты когда самый интересен будешь. А теперь, ой, мы нашли материал. Два таких человека, они разные. Как они беседуют, как согласия пришли. Отзывы такие какие. И то, что я сделал в архивах у людей хранится. А фильмы не где-то, а в Конгрессе США сообщили. Я сегодня только думал. Я работал. Сдаю экзамены. В 14 человек конкурс был. На одном месте. В 14 человек, зают экзамены. Я прошел его. Да при том, три варианта было. Сидят люди, которые дают. А они сидят, торты разинули, ничего не знают. Ну видишь, что я уже сделал. Они мне записки. Ну я-то еще должен делать. Давай вариант. А ходит преподаватель, видит, он латыш. А это латыши не знают. Русские. Он видит, это нельзя делать. Но тут можно. Потому что это его соотечественники. Я делаю еще вариант. Тот видит, что три варианта успел сделать. За то время, которое отпущено одному. А у себя запятую не на том месте поставил. Это единственная четверка была за запятой. Но все равно я победитель вышел. И сразу начал хлопотать. Сдать три курса за один год. Три курса. Все предметы или по-немецки, по-английски, или по-французски. Понятно, что меня сразу выделили. Куда я пойду? Да был бы я капитан. Ладно, дальше. Ну, сделался бы министром судоходства. Ну, к примеру сказать не стань. Ну, президентом. И где? Умер Брежнев, никого еще нету. Умер Хрущев. А одни проклятия. У них ничего нету. Я никуда не поднялся. И выше плотника, выше стекольщика, бетонщика, кровищика не поднимался. Печника. А мои печи, вот они говорят. Там остались. Белила ты вчера. Вот оно здесь. И тепло тебе, и хлеб, и все. А там был бы... А к трудам, которые делали, сегодня обращаются за границей. Говорят, диссертацию защищают. По одному материалу, по одной книге к истинному православию. Я ничего проиграл. Ничего не проиграл. Что я не стал министром никаким. Да никто бы меня не допустил до министра. Ну, самое большее капитан. Только начал учиться, меня вызвали сразу. Так, вы не забывайте, Лапкин. Корабль это государственная территория. Туда не имеет права ни один полицейский зайти без решения тамошней страны. Там какой-то... Ты понял? Понял. Так вот. А ты будешь, дай Боже. Думай, с Богом или сюда. Мне сразу вопрос. У меня одна в лагере была девчонка. Так вот. Еще не смотрела. Подает мне суп. А хулиганы, когда и пояснящего-то, он проходит, ну и видит, один мужик сидит. Такой, видно, интеллигент, в очках, зубы золотые. Он идет, фу, в чашку плюнул. А тот мужик оторопел еще. Встал и пошел. А ему это надо, он теперь садится и ест. Он в чашку плюнул. Мимо-то. А хороший-то человек нашел бы его. Высчитал, кто он такой. Я видел, он такой же. Сделал так, а их зашло трое ребят. Они нарвались ни на того. Он видел, на какой тачке приехали. Он вышел. К своей машине подошел. Монтировку взял и смятку всю машину им сделал. До свидания, ребята. Еще слюни хватит? Приезжайте за мной. Я покажу, я и живу. А назад вас вынесут на носилках. Поняли? Все. На кого нарвешься? А это подает мне. Вот так вот. Вот так. Я руку только подняла. А, общи! Сморкнула мне все и пошла. В лагере была одна у меня такая. Я уж не буду называть. Ладно, это нет. А это все из того самого. Вот она лежит. Переломила бы шею. Вот ей видит, наверное. Посмотри, сколько я показал примеры. Почему? Это опыт жизни. Куда бы я ни привернул, везде опыт. А кто поет песню такой? Мои года, мое богатство. Такое приход. Мои года, мое богатство. Кто поет? Ну? Ну, национально созовите хотя бы. Кто он такой? Ну, я подскажу. Грузин. И с этой песни он вошел в историю. Мои года, мое богатство. Никакие книги это не дадут. Я вот встал. Ну, представь себе. Больше 30 тысяч часов провел за компьютером. И говорят. А как жизнь сохранили? Я говорю. Морковь утер. А как вы узнали? Подядки. Организм меня запросил. А вот продают капля-капля из каротина из морковки. А мне не надо в глаза. Весь организм мой радуется. Вот, Надежда Васильевна любит там машина такая. Она выжимает соки. Не люблю. Природа так не устроила, чтобы одни соки были. Надо есть все, что есть. Вот я сейчас вторую морковку натираю. А то убери пока. И дам вам покушать. Не, 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 не. Газетки среди назад положили. Газету не береги, никуда. Вот, если она луку принесли. Кто же покупает это все? Не Татьяна же. Видите, там люди и так далее покупают. А эту кружку попилез? Да. Дома? Да. А ты знаешь, что она напоминает? Не знаю. А? Не знаю. В Англии есть такие клубы, где пиво пьют. Папы называются. Пап. Они из таких кружек пьют. А что они там пьют? Ну, может быть пиво, может ром. Вот такие кружки. Хорошие. У вас их продают такие? Это формы для пасхи. Для куличей. Их много-много-много разных. Это маленькая. Ну, их можно вот такая ручка использовать как кружку. И сколько она стоит? А там набор такой. Я не помню. Она продается, нет? Именно такая не. Полно здесь продается. То есть можно ее в печь. Нужна щетка. Корзубная щетка. Ее ложку положи сюда. Что здесь не требуется? Вода. Ложка. Смотри, что делаю. Ложку. Теперь щетка нужна. Володя, где щетки? В одну щетку. А вот эта у вас лежит, смотри. Вот это. Давай. Может, помыть? Помой. Так, такая щетка есть. На ручке такая. Сейчас прощищу. А знаю, как я буду чистить. Запоминай. Ты бы сидела, ничего этого не слышала. Никогда больше этого не делай. Сказали, ты первая. Вот она, я. У меня близкая была знакомая. Я могу назвать ее лучшей сестрой. Мы здесь на сеть дружили. Она беспризорная была. Обратилась из подпольных христиан ИПХ Антонина Георгиевна Бакланова. Это Тоня. Вот можно было получить. Вот, смотрите, когда я начинаю. Вот так вот. Больше эту щетку не брать. А бывает, такая щетка. Ну, даже такая, как будто Белье стираете иногда там крупную. Вот, смотри. Это я все делаю, как помыть. Мыть, при этом, сразу надо. Теперь, сверху поливаем маленько. Теперь бью. Замеч. Снова. Маленечко. Убрать. Можно посмотреть. Снова. Вот так, немножко. Все. Куда ее положить? В какое место? Это мое. Потом эту сюда тоже перенесите. Видите, у меня какое хозяйство. И когда она все в одном месте лежит, тогда никуда не пропадет. Так, это сюда. А это сюда. Потому что мучка побежит, может задеть. Понятно? Сюда не лазит. Что на окне? Это окно полностью мое. Это для зелени. Теперь уходим. У тебя на жидкость, у меня там тоже есть нож. Уходим за стол. Я вам дам по-маленьку. Возьми. Как не забудь, я сразу наступлю две баночки. Хорошо. Пойдемте. Что здесь еще? Я вам это вот рассказываю, а вы, как вы на усы себе мотайте. Так, вам на окошко положено положить. Большое, где отгонится. Там у вас, кажется, есть еще. Мы помолились. И вот тяда Тоня эта, и она рассказывает. Ну, у меня на домах собирались, молились. Ну, какой-то там старичок там Панкратий. И хозяйка дома говорит. Отец Панкратий. А он никакой, не священник. Почему Тоня все делает, как-то у нее все получается, а у меня как-то тут, или нет. Не так, как это делать. Он говорит, а ты не знаешь, почему? Нет. Ну, кто-нибудь все лезут. Тоня, 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 там сделай, Тоня. Ко мне никто не приходит даже. Он говорит, это дом чем? Она говорит, мой. У меня собирается, молитесь. А вот это еще одна, ну, что, русская печь. Ну, подойди к русской печи. А он, говорит, сидит вот так и ей говорит. Ну, ты, допустим, она Варвара. Ты, Варвара, подойди к печке. А зачем? Ну, Фростя, дойди там печке и обратно. А я сколько раз тут ходила. Фростя, тебя прошу, подойди туда и вернись назад. Ну, это не ты, Фростя, там другая. Еще я маленькая, еще надо мной смеяться. То есть она все наворачивает вокруг, говорится, собственное, заднего места. Ну, подойди. Ну, я не знаю, что вам от меня надо. Ну, дошла еще из этого. Вот, Фростя, села, недовольная, надулась. Это там, не наши, Фростя. А я, говорит, сижу рядом с ним. Так, Толя, слушай, наставник. Так ты до печки дойди обратно. Так, между Фростей, она здесь и есть? Конечно, если. Так, сколько оговорок? Ни одна оговорка, она все сделала. Поэтому у них все получается. Ты поняла? Не поняла. Вылезь оттуда. И видишь вот эту сумку? Дойди, дай обратно. Попробуй по-другому подойти. Тебя люди ждут. Быстро, дайте, как ты, твое дело. Дайте и вернуйся. Бегом. Видишь, у них аж полгода с садуном ходит. А грузинка, когда несет на голове кувшин, она на голове кувшин и не прольет капли. Пройди так, как девица должна проходить. Не как слон из зоопарка сбежал. Ты идешь как? А ты, я демонстрирую где-то. А ты можешь пройти так, как папа, говорит, прошла. Пишут, говорит, ну, сказка, говорится. Пройди. Как положено девице. Торос стучит костями. Все. Уже получится, маленько. Садись. Ты выйди из этого состояния. У тебя состояние такое, как будто утром только мужа потеряла. Ну, она потеряла ее, живет и веселая все время. Смотри на нее. И это тоже. Мы научаемся друг от друга. Я вам все показал. Делать только так. А почему по-другому нельзя? Может, по-другому, если ты лучше знаешь. Иногда говорят, ну, такое дело. Я за свою должность не держусь. Я начальник был. Я знаю. Такого человека нужно сразу убирать. Он не держится за должность. А зачем он нужен? Я за свою должность двумя руками держусь. А каков я должность? Начальник детского лагеря. Единственное в мире. На таких правилах, условиях вставать, забота, с наказанием совсем. Я держусь за свою должность. И никому не отдадите. Отдам, когда кто-то лучше меня найдется. Лучше поступать будет. И сейчас. У меня уже назначили заведующий музея. Своей. Я ему никому не отдал музей этот. Во-первых, там нет ни одного места, где бы мой гвоздь не был. Палочки эти струганные, как делали. И мы покажем пример. Еще пока ничего не известно. А дальше может быть раскрутка. Будут приезжать люди учиться. Как можно в бедности, без помощи государства, жить и работать. Повторяю. 45 лет. Это опыт. Ни одного заболевшего ребенка от нас не уехало. Более приезжали, уезжали здоровыми. Ни одного погибшего, ни одного обожженного, ни одного тонувшего. Ни одного отравленного. Это 45 лет. А приезжали такие, что смотреть не на что. Ты помнишь, какого парня я грел полгута палкой? Ну, Руслан звать, а он крещеный Андрей. Тимур. Не помнишь? Тимур звали. А? Тимур звали. Тимур звали. Тимур, да. Да, да, да. Ну, ты его угостила. А то стоит, где качаться на этой, на там, на площадке сегодня, на тарзанке качается. Вот. А у него весь мир монитор. Он смотрит и так. Рося, дай палочку эту. А палка-то вот такая руку толщиной садится. Подной. И на веревке туда, как тарзан. Тарзанка называется. Она впустила, он стоит, смотрит. Палка налетела в пол. Он упал. Он не понимает, из чего упал. А просит, смотрит сбоку. Вот у меня сейчас это, парень заболел. Она головку боком держит. Болела когда-то. Так. Он засел на колесо и заплакал у Надежды Васильевны. Он не поймет, как она могла вылететь оттуда. Из монитора-то, из этого-то. А это никаких палку подобрала, опять качается. Это она знает это. Она как раз главный участник. Ты же могла его вообще память ему отшибить. Так он, главное, для того парень смышленый, что бабе звонит и говорит. Баба, я научился первое хлебать. Лет около девяти, наверное, было. Да нет, старше меня. Ну, впрочем, так. За стол. Я даю вам по ложке, давайте. Привожу вас хлебать. Давай, мама. Давай, вы знаете, что такое. Это делать будете вы уже. Давай. Остановим ее. Мне по-другому нельзя. На полную ложку берем. Так. Все. Садись, брат Павловина. Тоже рожайте, брат, да? Я ухожу сегодня и у меня до обеда. Сейчас голубер слажу. Жди. Может, там голубь есть у тебя. Посмотри, она подошла. Она, ой, знает все. Давай. Нужно подать здесь. Давай. Вот она, я ей дар. Она, ведь, большая. Это в два раза больше. Теперь, все. Она, вижу, я сидит, и ждет, когда я там. Это неправильно, что как я говорю здесь. Но мне очень нравится это. Все, за стол. Садись, молодец.